Музыка Вы смотрите программу «Музыкальный жизнь», которая знакомит вас с наиболее яркими и интересными событиями музыкальной культуры нашей республики. Сегодня в нашей программе международная научная конференция, посвященная 100 лет со дня рождения профессора-музыковеда Якова Гершмана. Знакомьтесь, новые имена. Солистка театра оперы-балета имени Мусы Джалили, балерина Юлия Познякова. Нашу ретур-страничку мы посвящаем Езу Даутову. Открытие концертного сезона «Джазовых вечеров» в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Проходя по коридорам консерватории, невольно обращаешь внимание на галерею портретов. Это фотографии выдающихся музыкантов, профессоров, основателей Казанской государственной консерватории. Среди них и портрет Якова Моисеевича Гершмана, основателя школы музыковедения в Казани. В 2013 году Музыкальная общественность Республики и Поволжского региона отмечает 100-летие со дня рождения этого музыканта. Ему посвятили международную научную конференцию «Ладовые коммуникации в евразийском музыкальном пространстве», где приняли участие преподаватели, ученые со всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Меня зовут Пэн Шэн. Я приехал из Китая. Я работаю в институте музыкальном при университете Линьи. Конечно, очень рад, что участвовал в этой конференции казанскую к столетию со дня рождения Гершмана. Гершмана, его фамилия в Китае тоже известна как крупный теоретик, ученый, выдающийся музыкант. Есть его работа, ну, есть перевод его работ в китайский язык, ну, например, педатоника и пусть ее развития, ну, и другие. Я сам, как педагог, ну, музыкально-теоретическая дисциплина, я много получил от него работ. Яков Моисеевич Гершман родился в начале 20 века. Он прожил долгую жизнь. На долю этого поколения выпало многое. Революция, гражданская война, Великое Отечественное, в которой он принимал участие. Окончить консерваторию он смог лишь после войны. И в 1947 году выпускник Московской консерватории по рекомендации профессора Опресова приезжает в Казань. Вскоре он становится одним из видных музыкантов республики позднее Советского Союза. Среди его учеников известные музыковеды Махмутин Эмидзианф, Чулпан Бахтиярова, Юлдуса Санбет, Лариса Казанская, Лариса Бражник, Александр Маклыгин. Всех и не перечислишь. Если говорить непосредственно о Яков Моисеевича, то, безусловно, как приехав в Казань в 1947 году, он сразу активно, активно включился во все сферы музыкальной жизни. Это и радиопередачи, это и рецензии в газетах, это и научные статьи. То есть здесь появился чрезвычайно активный музыкальный деятель. И этим самым, конечно, и в консерватории, и в союзе композиторов тонус жизни сразу поднялся значительно выше. Вместе с тем он запомнился нам с самого начала как исследователь татарской музыки, татарской мелодики народной и профессиональной. Как ученый он исследовал интенсионную природу татарского мелоса и, по сути дела, основал школу исследовательскую. И в трудах его учеников находят отражение его идеи. Он был инициатором в разработке и внедрении курса татарской музыки в программу Казанской инсерватории. В 1950 году впервые был введен. Он так и назывался советско-татарская музыка. Он автор первой книги о Сайдашеве. Он автор крупной монографии о Жиганове. Он создатель и автор совместно с Азгарханевчим Абдулиным и истории татарской музыки, которая, к сожалению, до сих пор не издана. В консерватории Яков Моисеевич Гиршман вел курс «Анализ музыкальных произведений музыкальных форм». Анализ и умение писать о музыке – главное, чему учил профессор. Его предмет – один из ведущих на теоретико-композиторском факультете. Яков Моисеевич Гиршман фактически стал одним из основателей теоретико-композиторского факультета и был в ближайшем окружении Жиганова. В той группе педагогов, того педагогического ансамбля, который создал Жиганов, которые и образовывали тот лик консерватории, который мы сегодня имеем в настоящее время. Яков Моисеевич был очень интересный человек. Чем-то он напоминал мне Шонберга и по внешнему виду, и по его фразам, как определенным, таким чисто музыковедческим. Но по своей натуре я просто не мог его воспринять сразу по его установкам, очень категоричным, что касается формы. Он у нас в консерватории читал форму. Конечно, замечательный предмет. Но дело в том, что слышание формы у композитора, оно внутреннее. Если нет у композитора чувства формы, внутренне складывающегося, то ему не навяжешь. А Яков Моисеевич точно давал очень точные теоретические установки, что для меня было несколько схоластично. Вот. И на этой почве я всегда с ним расходился. Вот. На этой почве и был, может быть, даже в какой-то степени доходило до конфликта. Но, вы знаете, я все равно ему бесконечно благодарен, потому что, безусловно, он был хороший пианист, он всегда хорошо, прекрасно все показывал. И вообще он был очень интересный человек. Яков Моисеевич Гершман по своему первому образованию пианист. Московскую консерваторию окончил как историк, а по сути своей музыкант. Как педагог он вел занятия не за кафедрой, а за инструментом. Это был стиль его преподавания, который стал традицией. Он всегда выносил живую ноту сомнения или живую ноту, которая побуждала к точному решению. Он удивительный был человек, и с ним всегда было очень интересно находиться рядом. Особое свойство остроты ума, пытливости, так сказать, природной любознательности, которая приводила его к научным открытиям. Яков Моисеевич, наверное, был очень счастливым человеком, потому что у него изданы, большинство его трудов издано при его жизни. Труды Якова Моисеевича Гершмана хранятся в библиотеке Казанской консерватории и весьма востребованы. Они пользуются спросом все эти годы. В первую очередь он крупнейший теоретик в области теории пентатоники. И здесь надо отметить его не только как ученого, но и в какой-то степени как защитника пентатоновых народов, который пытался доказать и доказывал в работе, что пентатоника это не какая-то доладовая, недоразвитая ладовая система. Это вполне самостоятельная, самодостаточная система, которая позволяет в полной и широкой мере выражать весь спектр художественных эмоций и чувств. Вот это была его краеугольная установка. Так что в какой-то степени он был еще и вот таким защитником статуса пентатоники в теории ладов, которые были характерны для музыкальной науки первой половины 20 века. След, который оставил этот замечательный ученый-музыкант, он, пожалуй, глубже, потому что он имеет отношение ко всей музыковедческой науке в Республике Татарстан и не только в ней. Я бы обозначил это как регион Среднего Поволжья. Если уж говорить о том, как распространились его идеи, то среди наших гостей сегодня гости из Китайской Народной Республики. Всем известен труд пентатоника, которому Яков Моисеевич был посвятил большой отрезок жизни. Яков Моисеевич Гиршман более 40 лет прослужил в консерватории. Он оставил свои труды в сборниках, его учения сохранились в учениках, в учениках уже его учеников. К столетию со дня рождения Казанская государственная консерватория и Министерство культуры Республики Татарстан открыла мемориальную доску в доме, где жил талантливый ученый, тем самым увековечив его имя. Моя мама всегда была мечта стать балериной. Но, к сожалению, ее мечта не осуществилась, и она привела в училище двух дочерей. Это мою старшую сестру и меня. Мы учились у педагога Светланы Александровны Дорофеевой. Педагог очень строгий, требовательный. Я ее очень люблю и во многом ей благодарна. Учеба – это действительно очень такой тяжелый путь. Наверное, тяжелее, чем в театре, потому что столько тонкостей, столько нюансов. Это тяжелая работа над собой с самого детства. С 8 утра до 8 вечера мы просто жили в училище. Родители нас не видели. Встречали уже поздней ночью, можно сказать, забирали домой. Но это очень интересный путь. Действительно много впечатлений, много эмоций. И я очень благодарна маме за то, что она действительно подала мне путь закончить училище и продолжать карьеру. Приехал Владимир Алексеевич Яковлев в училище. Я училась на третьем курсе. Он меня заметил и предложил приехать в Казань, поработать. Я согласилась, потому что посмотрела и в интернете, и поспрашивала знакомых. Мне сказали, что очень красивый театр, большой репертуар. Действительно, можно набраться опыта. Я сначала танцевала в кэдо-балете. Мне сказали, что мы будем смотреть на твою работу. И от этого отталкиваться дальше. Потом стала корефейкой. У меня были такие партии, как, наверное, первая партия «Бриллиант». «Спящий красавица камни». Вот, по дутруа, лебедином озере. То есть для меня это был большой шаг. Действительно, и я очень обрадовалась, что, ну, как бы меня заметили, оценили мой труд. Вот, дальше, когда мне предложили партию «Жизели», я не поверила своему счастью, потому что это моя любимая партия. И у меня мама всегда мечтала, чтобы я именно эту роль сыграла. Это далось мне очень сложно и тяжело, потому что большая работа над собой была проведена. И над этой партией можно работать бесконечно. Я почему-то думала, что первый акт мне дастся легче. Но я ошиблась. Второй акт мне больше всего подошел, как мне сказал мой педагог. Я очень благодарна своему педагогу Валентину Васильевну Прокопову, которая вот направила меня на этот путь, который по сей день со мной работает и много в меня вкладывает. То есть действительно этот человек для меня как вторая мама. КОНЕЦ 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 Когда проходила постановочная балета «Дамы с камелями», это была настолько интересная работа, что с каждым днем мне все хотелось быстрее бежать в театр и снова заниматься, изучать новую роль. То есть и работа с Александром Михайловичем Полубенцевым, это потрясающе было, потому что он такой легкий человек, который все объясняет, все показывает, помогает. То есть с ним работать одно удовольствие было. КОНЕЦ Конечно же наш дуэт с Нурланом Конетовым, то есть мы с ним много партий снесывали вместе. Нам было очень легко вместе работать. И, конечно же, этот образ Маргариты, это очень тяжелая роль, над которой нужно очень долго работать. И по сей день, то есть я думаю, что я не полностью еще как-то вошла в это, не полностью прожила. Два года назад был поставлен балет «Анюта», в котором я станцевала премьерный спектакль. И действительно, наверное, была самая тяжелая для меня работа, потому что для меня было дано очень мало времени, чтобы я смогла подготовить эту партию. И образ на самом деле настолько тяжелый оказался, как смотрится с первого взгляда. Елена Юрьевна Кострова с нами готовила эту партию, которая сама не раз танцевала ее. И, конечно, с ней очень легко и приятно работать, потому что она очень многое подсказывает, помогает. Потому что сама не раз танцевала и прожила эти роли. Никогда не думала, что мне придется танцевать столько драматических ролей, потому что и в училище мне не говорили, что я могу быть драматической актрисой. Видимо, во мне не чувствовали этого. Но когда я пришла работать в этот театр, почему-то педагоги во мне заметили именно драматическую актрису. И, наверное, самая моя любимая партия, где действительно можно проявить себя, это партия Джульетты, партия Жизели. И, наверное, мне это ближе и как-то роднее. Вот. Ну, конечно, Маргарита. Очень много ролей, которые действительно... Хочется их постоянно танцевать, усовершенствоваться. Очень много спектаклей, которые я не станцевала. И хотелось бы станцевать. Но все равно, мне кажется, нужно отталкиваться от своих возможностей, в общем, так скажем. Качественная МРТ-диагностика организма. Специальные условия для детей. Путь к здоровью начинается с нами. Международный институт экономики и права приглашает на дистанционное заочное обучение. Сайт meep.rf. Набор до 31 октября. 90-95. Это не температура по Фаренгейту, а влажность воздуха. Высокая. И вряд ли станет меньшей временами, припустит дождь. Припустите, прибавьте скорости и вы, дабы не застыть на ветру. Подчас порывистым, сильным, если позволяет здоровье. Магнитное поле Желли нынче возмущенное. Градусники показывают плюс. В Казани 6-8, в Республике 4-9 градусов. Заметить симптомы заболевания у малыша не всегда просто. Постоянный плач, плохой сон, отставание в развитии от сверстников. Центр неврологии и ортопедии Алан Клиник. Комплексное лечение неврологических проблем у детей первого года жизни. Представьте ситуацию. Вы спешите, а вам надо срочно погладить сорочку или брюки. Вы хватаете утюг, судорожно пытаетесь разложить необходимый предмет одежды на доске. И получаете складки где угодно, только не там, где планировано. И наверняка в вашей жизни бывали ситуации, когда вообще нет возможности привести в порядок одежду обычным способом. Например, в поездках. Все эти и подобные проблемы вы с легкостью сможете решить, если приобретете у нас ручной отпариватель Мастер Пар в компактном корпусе и с богатой комплектацией. Ручной отпариватель Мастер Пар подойдет для одежды из самых тонких и деликатных тканей. Функция вертикального отпаривания и усиленный выброс пара придадут вашей одежде элегантный вид без особых усилий с вашей стороны. Мастер Пар не только разглаживает, но и очищает любые предметы от пыли, волос и мелкого мусора. Кроме того, им можно гладить вещи, не подвластные обычному утюгу. Например, изделия со стразами, пуховики или пиджаки из замши. Но это еще не все. Благодаря насадке для чистки ковров и мебели, вам не составит труда почистить всю мягкую мебель в доме, а также продезинфицировать детские игрушки, подушки и ковры. У меня дочке 4 года и любит носить платье с рюшками. И вот здесь Мастер Пар просто незаменим. Он разгладит каждую рюшечку, разгладит любую складочку, куда утюгом просто не подлезешь. Потом утюг, он прижигает нити ткани, а отпариватель нет, и поэтому вещи дольше остаются новыми. Мне даже показалось, что они отстирываются легче. Код для заказа 60366. Мы предлагаем вам ручной отпариватель Мастер Пар по уникально низкой цене. 1390 рублей. Всего 1390 рублей за то, чтобы ваша одежда всегда выглядела с иголочки, как будто вы только что получили ее из химчистки. И без особых усилий. В комплект входит насадка для разглаживания стрелок и галстуков, насадка для чистки верхней одежды, насадка для чистки мебели и ковров, мерный стаканчик для воды, щеточка для чистки насадок и инструкции. И все это за 1390 рублей. Звоните нам прямо сейчас. В 1945 году за три месяца до окончания войны на экранах кинотеатров вышел фильм «Оперетта Сильва» режиссера Александра Ивановского. В фильме снимали замечательные артисты Сергей Мартинсон, Зои Смирнова Немирович, в числе них и Ниас Даутов, чье столетие в этом году отмечает музыкальная общественность республики. Это имя знаковое для татарской культуры, талантливый певец и режиссер. Годы работы в театре оперы-балеты имени Мусы Джалиля в 70-е годы прошлого века вызывали эпохой Даутова. Вашему вниманию предлагаем фрагмент из фильма «Сильва», где одну из главных ролей, а именно Эдвина, исполнил Ниас Даутов. Это единственная запись с голосом талантливого певца. Сильва «Сильва» Сильва «Сильва» Сильва «Сильва» Сильва «Сильва» Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Субтитры подогнал «Симон» С началом осени наступает череда открытий концертного сезона творческих коллективов, в том числе и Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева. Зрителям предлагают разнообразную программу, учитывая вкусы, возраст, уровень подготовки музыкального образования. Это органные концерты, камерные, хоровые. Большой популярностью пользуются джазовые концерты. На протяжении трех лет существует проект «Джаз с Даниилом Крамером». В новом концертном сезоне мы решили немножко увеличить, так сказать, количество концертов и назвали наш цикл «Джаз в Большом», где, безусловно, полюбившиеся концерты Даниила Крамера остаются. Их будет два. Это 25 октября Даниил Крамер привозит Полину Зизак. Это участница телевизионного проекта «Голос-2013». И Армине Саркисян. Это будет 23 апреля 2014 года. Но кроме этого мы вот еще пригласили вот сегодня на сцене Большого концертного зала будет выступать уникальный мультиинструменталист. Человек, который играет на волторне, на альпийском горне, импровизатор, креативщик. Это Аркадий Шелклопер. И он совместно с Вадимом Неселовским, пианистом, выходцем из России, но который живет сейчас в США и делает карьеру США джазового музыканта, джазового пианиста, он представляет презентацию нового своего альбома «Last Snow». Не первый год играет в дуэте Аркадий Шелклопер и Вадим Неселовский. Есть нечто общее между ними, что их объединяет. Они иначе относятся к музыке, не делят их на жанры, форматы. Джаз для них, если можно так сказать, музыкальное мировоззрение, мироощущение. С Вадимом мы познакомились давно, еще на концерте «Москва-3» в Дортмунде. Он был на нашем концерте в клубе «Домицил». И после концерта мы познакомились. Наверное, это было где-то, я не знаю, больше, чем 15 лет. Может быть, даже уже страшно сказать. Познакомились, я запомнил даже не сколько фамилию, я запомнил этого тогда же, в общем-то, юношу, который после концерта, кроме того, что он какие-то комментарии особенные, такие довольно тонкие и довольно профессиональные комментарии говорил по поводу концерта, он еще и задавал какие-то такие необычные вопросы. И вот, ну, это чувствуется сразу, что когда музыкант интересуется или как-то комментирует по-особому, в общем, необычное выступление необычного состава, где там намешано все и фольклор, и классика, и джаз, то понятно, что этот парень, этот юноша будет развиваться. Я даже не слышу тогда его, как он играет, чем он занимается, как он владеет инструментом. Тогда я уже помню вот этот образ человека интересующего, пытливого, мыслящего, который будет... Я знал, что рано или поздно я о нем услышал. И так оно произошло, наверное, спустя, может быть, 12, не знаю сколько, 14 лет. Так и произошло. Мы с ним начали общаться. Нам просто приглашили сыграть дуэтом. Мы, конечно же, с большим энтузиазмом откликнулись на это предложение, сделали программу, и вот уже играем почти три года. Аркадий Шелклопер – частый гость в Казани. Выступал с камерным оркестром «Ля Примавера» в джазовом составе музыкантов с Денисом Мацуевым. Про него говорят – явление уникальное, волторнист тысячи лиц. Настолько артист виртуозно владеет своим инструментом. А звучание альпийского рога не перестает удивлять публику. «Ля Примавера» Аркадий Шелклопер познакомил казанскую публику с замечательным пианистом Вадимом Неселовским. У него хорошая классическая фортепианная школа. Даже на репетиции он не забывает упражнения и этюды для разминки пальцев. Он не просто хорошо владеет своим инструментом, он знает или почти знает все возможности фортепиана. Я впервые в Казани, да. И как вам город? Замечательно. Я буквально успел перед репетицией сбегать в бечеть, немножко посмотреть Кремль. Я в восторге, конечно. Я, конечно, знаю, что Казань – это город, например, Софьи Губайдульной. И из ее интервью я, например, знаю, что сейчас здесь культура на подъеме, и она в восторге от города, от оркестра, от вообще творческой какой-то атмосферы. Вот. И мне, конечно, очень хотелось это все увидеть своими глазами. Я, конечно, закончил консерваторию как классический пианист. Сначала я начинал учиться в Одессе, в Одесской консерватории, а потом переехал в Германию и полностью там отучился по классическому фортепиану. Я заканчивал консерваторию концертом Прокофьева первым. Так что, конечно, я умею играть классику. С самого начала я себя ощущал как композитор. С раннего возраста. И мне было интересно создавать свое. В какой-то момент я открыл для себя мир джазовых гармоний, джазовых каких-то традиций. И погрузился в этот мир, сделал все, чтобы его изучить. Поехал в Америку, отучился в лучшей джазовой школе мира. Но я вовсе не считаю себя исключительно джазовым музыкантом. Я себя просто считаю музыкантом, который пытается придумать что-то свое. А джаз – это лишь одна из красок возможных. Для меня нет различия между классикой и джазом. Это все слова, придуманные бизнесменами для того, чтобы музыкой торговать. А любое явление в искусстве, конечно же, не подлежит, особенно настоящее явление, не подлежит никаким рамкам и категориям. И Равель, например, очень удивлялся, что американские композиторы не используют джазовую гармонию в своих произведениях, за исключением Гершева. В этом смысле Равель тоже джазовый музыкант, если мы послушаем его соль-мажорный концерт. Это все, конечно, придуманное, я уверен в этом. Артисты не деятельной категории ни музыкантов, ни зрителей. Они считают, и задача проста – заполнить пространство хорошей музыкой. Придет слушатель через какое-то время в этот зал. И тот факт, что он пришел, это значит, что он доверил нам час, там, или час-пятнадцать личного какого-то жизненного времени. Наша задача – заполнить это время чем-то хорошим, одухотворенным. Ну, в нашем случае это музыка, в чем-то случае это поэзия, в чем-то другом это живопись и так дальше. На самом деле энергия – это одна и та же. Хочется, чтобы вот это жизненное время обогатило, а не обеднило, не разрушило. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ